Раз, два, девять, пятьдесят, девятьсот девяносто девять тысяч, нужно было начать с миллиардов. Итак, выборы, выборы! Ну, а дальше, дорогие друзья, я думаю, вы знаете и сами. У нас сегодня очередной, восьмой выпуск передачи «Полный делягин», а не то, что вы подумали, хотя некоторые уже считают это почти синонимами, у нас сегодня пятница, неделя заканчивается, выборы начались. Ну, где-то начались выборы, а где-то под видом выборов начался обычный, традиционный, хотя и креативненький цирку. С утра мы увидели колонны бюджетников и военнослужащих, которых в рабочее время погнали голосовать. Понимаете, это поразительное явление. Выбор растянут на три дня. Специально, чтоб, не дай бог, кто-нибудь не стоял в очереди, кто-нибудь не заразился коронавирусом. Специально растянули не только на два выходных, но один на рабочий. Выяснилось, что по мнению руководства многих организаций, бюджетникам и военнослужащим, в нашей стране делать вообще абсолютно нечего. Их в рабочее время или непосредственно перед рабочим днем погнали, повезли на автобусах голосовать на специально выделенные участки. Многих обязали взять открепительный талон, но, вероятно, не на всех участках в нашей стране умеют правильно считать. Но вот добрая власть выделила специальные участки, на которых точно посчитают как надо, и вот туда, заботясь о вылезьявлении бюджетников и военнослужащих, стали их сводить. Интернет забит роликами о диких безумных очередях. Там в одном месте 1200 человек загнали плотными рядами. Потому что если бы они реально боялись бы заразы, то, простите, они не устраивали бы очереди. Потому что жизнь и здоровье людей важнее, черт возьми. Да и статистика по заболеваемости важнее того, что они там могут нарисовать или даже посчитать. И то, что они устраивали очереди, как московская мэрия устроила давку в метро 15 апреля прошлого года, юридически доказывает, что они знают, что они нам лгут про ряд опасностей. И они знают, что забирают с нас деньги в виде штрафов просто для того, чтобы пограбить людей. А не для того, чтобы приучить людей соблюдать ограничения, которые имеют какой-нибудь смысл. Среди многих регионов отличился «Орел». Там губернатор не из той партии, о которой все подумали. Вот редкий случай, когда у нас оппозиционный губернатор. И есть программа «Справедливый наблюдатель», который осуществляет наблюдение по всей стране. Там 120 тысяч человек в ней участвуют. И вот удивительное нарушение. На самом деле на 10.30 утра по Москве в рамках этой программы было выявлено более 1600 нарушений. Правда, из этих 1600 нарушений заявление было написано только где-то на 220, а все остальное было исправлено на месте в рамках замечаний. То есть это нарушение не от злого умысла, а нарушение по недоразумению. И это показывает, что программа «Справедливый наблюдатель» – это хорошая программа, молодца, они работают правильно. Но среди нарушений я там сидел, смотрел базу данных. Совершенно потрясающее одно в Орле. Нарушение следующее. Голосование вне избирательного участка. Ну, избирательный участок, у него определенные требования. Это здание должно быть определенным образом, оборудованное и так далее. А вот в Орловской области, извините, не в Орле, а в Орловской области, один из участков в ненадлежащем месте. Там не указано, это в песочнице избирательный участок, голосование проводится, в багажнике автомобиля проводится голосование, просто в палатке под открытым небом, в пивнушке в какой-нибудь, ну или, так сказать, просто в ненадлежащем помещении. Там это не указано, но понимаете, до какой степени. А с другой стороны подумал, а с другой стороны, а возможно ведь, это действительно, просто губернатор довел область до такого состояния, оппозиционный губернатор, что, может быть, просто разрушилось здание, и приходится не на руинах голосовать, а где-то на улице. У нас же регулярно в школах падают потолки. Забейте в Яндекс падение потолка в школе, на уроке обрушился потолок, в школе обрушился потолок. Вы изумитесь. Может быть, это не злой умысел, может быть, это не расхлябанность, но просто у губернатора потолки падают в зданиях. Но есть и другие новости. В интернете опубликовано видео с петербургского участка 1794, на котором молодой человек прямо открытый откровенно вбрасывает в урну пачку бюллетеней. И наблюдатель говорит, непонятно, сколько там было бюллетеней, но пачка пропихивалась, ну, очень тяжело. На участке 3187 в Химках мужчина пришел голосовать и нашел в списках своего отца, который умер год назад. Ну, не указывается, в новости успел его отец уже проголосовать так, как надо, или все-таки пока его пока еще не успел, может быть, все впереди, может быть, в воскресенье вечером проголосует. Наблюдательность участка 112 в поселке Улан-Холл в Калмыкии советует всем наблюдателям проверять сейфы, где должны храниться протоколы голосований и другие важные документы, потому что у него на участке такой сейф оказался без задней стенки. О некоторых нарушениях говорят и официальные лица, скажем, госпожа Панфилова рассказала о том, что электронное голосование не работало утром или работало очень плохо из-за ДОС-атаки. Половина ДОС-атаки шла с адресов в Америке, четверть в Германии, 20% в Корее, 5% в Китае. Но понятно, что два последних случая это просто хакеры использовали что попривычнее. В конце концов, воровство и мошенничество с банкоматами тоже очень часто идет именно через корейский интернет. Ну и, должен сказать, что справедливый наблюдатель, о котором я говорил, когда он начал работать на Дальнем Востоке, он тоже подвергся жесточайшей ДОС-атаке, которая велась с IP-адресов Японии и Китая. Ну, правда, объяснение этому, я думаю, более простое и прозаичное. Многие рыбопромышленные компании и просто рыбодобывающие компании Дальнего Востока имеют офисы в Японии и Китае, или, так сказать, просто в реальности работают через Японию и Китай. И если они аффилированы с властью, то, возможно, их попросили организовать такую ДОС-атаку, но они не стали заморачиваться, так сказать, ну, может быть, не со своих компьютеров, не с компьютеров своих офисов, но с каких-то смежных компьютеров и провели. И в связи с сообщением об этих мошенничествах, связанными с выборами, я должен сказать и об обычных мошенничествах. Прежде всего, друзья, у нас опять активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками следственного. Вот мне, я сейчас готовился, мне полчаса назад позвонила некая Смирнова, с таким, знаете, таким хорошим южно-русским холором, при этом теряя мысль, делая безумные паузы. И я ее послушал, я вообще не понял даже, чего она от меня теоретически хочет. А потом я увидел, у меня специальная программа стоит на телефоне, бесплатная, кстати, просто можно поискать. О, так это же спамерский номер. Ну и до свидания. Но все эти мошенники, прикрывающиеся МВД, Следственным комитетом, какими-то другими силовыми структурами, они активизировались. И, пожалуйста, будьте бдительны, не допустите, чтобы вас ограбили. Точно так же активизировались каратели. Это не ругательство, это официальный термин. У нас даже броневик для ФСБ официально так именуется, изделие каратель. Вот, каратели, которые ловят людей, которые где-то не вовремя не надели маску. Ну и новость из этой же серии. Госпожа Набиулина объяснила, зачем ей нужна брошка. Вы не поверите. Ну, она все время брошки на себя надевает, разный. Ее уж прозвали мадам брошкина. Правда, я боюсь здесь это говорить. Можно Пугачеву подать в суд за использование этого термина. Но я меньше минуты. Действительно, ее называют мадам брошкина. Она объяснила, цитирую дословно, что сказала Набиулина. Она там говорила, что они дают сигнал, что вот как бы это такой неформальный канал коммуникации, что-то в этом духе. А потом прямо говорит, брошки дают возможность подумать. Слушайте, вы знаете, а это ведь правда. Возможно, без брошек Набиулина просто не может думать. У нее и так с этим, как мы видим, по ее социально-экономической политике и денежной политике крайне сложно. А ну, у всех же свое. Мне сложно думать, не крутя, что-нибудь в руках. Кому-то нужно обязательно покурить или хотя бы в руках что-то подержать. Кто-то четкий перебирает, чтобы проще было думать. Бальзак не мог творить, не нагоняясь регулярно кофе. Он тоже без этого не мог думать. Ну, а Набиулина, как она сама сказала, брошки не помогают. Дают возможность. То есть без брошек, насколько я могу судить из ее слов, у госпожи Набиулиной просто даже возможности подумать нет. Коллеги, подарите Набиулиной брошки. Может, она будет думать тогда чуть побольше и до чего-нибудь полезного додумается. Ну, у нас не только у Набиулиной проблемы, скажем так, с когнитивными возможностями, если судить по политике. В Красноярске школьникам устроили урок под открытым небом. На месте, где давным-давно должны были построить школу. Ну, все понимают, кто управляет Красноярск. И кто управляет Красноярским краем. Учреждение в Красноярском микрорайоне Образцова обещали возвести еще пять лет назад. Я помню эту историю. Пять лет назад были выборы, и под эти выборы обещали построить школу Образцова. Но на его месте до сих пор пустырь, который я, по-моему, даже зафотографировал в то время. Находчивые жители не отчаялись. Они поставили на участки парты, посадили учеников, все как в настоящем классе. И провели открытый урок. А теперь вдумайтесь. Жильцы района не знают, как достучаться до застройщика SM-City. Они просят о помощи в соцсетях, потому что хотят жить с хорошей инфраструктурой. А девелопер кормит их обещаниями и говорит, мол, скоро построим. За это время количество детей в микрорайоне выросло. И сейчас их уже больше полутора тысяч. Вот, понимаете, удивительная ситуация. Есть девелопер, есть застройщик, есть местные жители. А всех этих мэров, пэров, как говорил Лужков, губернаторов, усов, его, блин, заместителей по внутренней политике господ Пономарева или там Пономаренко, а их никого нет. Люди брошены этой властью на растерзание одичалым олигархам. И не только одичалым олигархам, но и на глаза вдичающим гастарбайтерам. При этом надо сказать, что власть последовательно проводит политику искоренения, как это сейчас принято корректно говорить, коренного населения и коренных населений Российской Федерации. И гастарбайтеры просто освобождают, занимают места, которые власть любезно освобождает для них, ликвидируя русских или лишая русских работ. Вот, например, в подмосковном роддоме увольняют младших медсестер после того, как они напомнили об обещанном повышении зарплаты. Но зато набирают новых уборщиц, которые не имеют квалификации медицинских сестер, являются, естественно, гастарбайтерами. И в роддоме работать ни по каким законам не могут. Но господина Воробьева, подмосковного губернатора, ему законы не писаны, как мы понимаем. У него главная задача проводить политику ликвидации рабочих мест для граждан России. И замещение граждан России трудолюбивыми соотечественниками из тех государств, в которых они сначала изгнали русских, в том числе террором, в том числе грабежом, выгнав русских из своих государств, они превратили райские территории в социальный ад. И теперь они едут сюда, неся с собой этот социальный ад на плечах, насколько я могу судить, и российское государство, как я понимаю, использует их для того, чтобы они изгнали русских из России так, как они сделали это в Средней Азии, и в некоторых местах Средней Азии, и в некоторых местах Закавказья. Это моя гипотеза. Но политика российского государства другого объяснения просто невозможно найти. По крайней мере, я не могу. Сокращения в перинатальном центре Коломны, в роддоме, начались в 2019 году. Тогда количество младших медсестер сократили вдвое, с 56 до 28. У тех, кто не ушел, вдвое выросла нагрузка. Зарплата не выросла вообще. В январе этого года штат сократили еще на 6 человек. При этом больница отчиталась от Минздрава о повышении ставки, ставок зарплаты в 1,9 раза. Как я понимаю, главврач себе повысила. И не в 1,9 раза, а на порядок больше. Когда сотрудницы узнали, что больница отчиталась перед Минздравом о повышении ставок почти вдвое, они попросили и им тоже поднять оклады. Но им ничего не сделали. Причем они повысили. Причем руководство роддома отреагировало предельно резко. Никаких вам денег. Либо увольняйтесь, либо уходите в уборщицы или санитарки. Младшие медсестры, у которых есть профильное образование, на повышение не согласны. Они надеются обратиться в прокуратуру и Росздравнадзор, потребовать признать сокращение незаконным. Но, простите, есть государственная политика. И в этом самом роддоме уже уборщиц местных, а надо сказать, что уборщица в роддоме – это специализированный человек, это обученный человек, заменили обычной так называемой клининговой компанией, которая в том числе убирается в операционных, где люди, не медики, убираться права не имеют. Но кому в Московской области писан закон, простите? Главное – заменить клининговой компанией, где работают гастарбайтеры, граждан Российской Федерации. По-другому это объяснить очень сложно. Я напомню, что 14 сентября в подмосковном Муженинове, все это знают, был стихийный сход. Мигранты изнасиловали, убили, зверски убили 65-летнюю женщину. Это в 20 километрах от Северного Посада. Как я понимаю, вот этот вот центр, прости господи, православия, РПЦшного, строится мигрантами. Там те самые мигранты, которые обслуживают эту безумную стройку. Огромную стройку, извините. Ну, правда, жители села подозревают, что в этом виновны иностранные граждане, которые работают на предприятии Экоокна, а не в Северном Посаде поближе. Люди собрались, выразили протест. Ну, их очень долго пытались разогнать, в конце концов уговорили. Значит, гастарбайтеров 150 человек эвакуировали в какое-то другое место, чтобы они там убивали, насиловали. Насколько я могу понять эту логику, они под Сергиевым Посадом. Но люди попросились на работу местную. Они говорят, ну, смотрите, есть рабочие места. Гастарбайтеры вы убрали. Отдайте нам эти рабочие места. Мы имеем квалификацию, мы хотим работать. Нас эта зарплата, которую платят гастарбайтерам, абсолютно устраивает. Мне они сказали, для вас работы нет. Ну, сначала, естественно, уходили, уклонялись, виляли, как положено. А потом, в общем, дали очень четко понять, что Россия – это не для русских. Это позиция государства. Что для них, для жителей села, в этом же селе работы нет. Ну, эти гастарбайтеров увезли. Ну, через некоторое время завезут других, которые будут хорошими. Конечно, они будут замечательными. Вот в Самарской области есть такой Кенельский район. Там есть святой источник и часовня Серафима Саровского. И в телеграм-канале рассказывают историю, что буквально сегодня, так сказать, трудолюбивые соотечественники культурно обогатили этот святой источник, эту часовню. Расписав их лозунгами «Смерть урусам», я цитирую дословно, и «Аллах Акбар», и вылив в источник, и в емкость, где стоит святая вода, чтобы можно было попить, чтобы можно было, так сказать, зачерпнуть, вылив туда солярки. Это, ну, естественно, там проводится проверка. Съехались эти, прости господи, как они правильно называть, чтобы никого не обидеть. Сотрудники органов внутренних дел, наверное, приехали. Как обычно проводится проверка, может быть, кого-нибудь одного даже депортируют до границ Российской Федерации, чтобы он, так сказать, вернулся обратно под другими документами. Может быть. А может быть и нет. Это же в рамках общей политики. Вот это лозунги «Смерть урусам», а хорошо, нам это не нравится, кому-то это может не нравиться. Но, простите, лозунг «Смерть урусам» реализуют не какие-нибудь там одичалые гастарбайтеры, не какие-то террористы, которых, так сказать, сейчас будут завозить в Россию. Ударными темпами вот выборы пройдут и начнут завозить. Уже это все понятно, все прозрачно, всем все сказали. В одной Москве нужно 200 тысяч, так сказать, гастарбайтеров. Чтобы москвичам не обращаться, это не для русских, это не для москвичей даже. Но посмотрите на государственную политику. У нас в прошлом году, по данным Росстата, это не оппозиция, говорит, сверхсмертность. То есть люди, которые не должны были умереть в силу естественных причин, превысили 300 тысяч человек. На душу населения, на душу населения, это больше, чем количество расстрелянных в 37-м году, во время Большого террора, во время Ежовщины. Простите, пожалуйста, эти люди умерли по двум причинам. Они умерли из-за уничтожения одичалыми нашими руководителями, одичалыми от безнаказанности здравоохранения. Они умерли от того, что здравоохранение прямо накануне коронавируса превратили в здравоохранение. И они умерли из-за вымаривания нашей страны искусственно созданным денежным голодом. В коллективизацию голод создавался безумный судорог административного механизма. Он не создавался целенаправленно. А сейчас денежный голод создается целенаправленно. Послушайте, что вам говорит Набиулина. И в это самое время, как там Сергей Юрьевич Глазев, академик, многолетний помощник Путина, назвал созданный им режим блатной феодализм? Чиновники администрации Рыбинска устроили скандал в ресторане, потому что бармен не хотел включать их любимую музыку. 30 августа руководитель аппарата администрации города Рыбинска Роман Кагнер, по сообщениям телеграм-каналов, начальник отдела газозакупок Елена Виноградова. И их знакомые отдыхали в баре Явка. После пары текил, ну здесь не указано на самом деле в сеграм-каналах, это была пара бутылок текил, пара ящиков текил или пара стаканчиков текил, или пара рюмочек текил, госслужащим захотелось диких танцев, и они начали требовать поставить любимую музыку. Бармен ответил, политкорректно, у нас специальное приложение, вы можете ставить все, что хотите, но придется его скачать. Ну, вряд ли это платное приложение. В конце концов, если оно платное приложение, ну в баре дадите меньше чаевых, в чем проблема. Но слугам, прости господи народу, предложение не понравилось. Начальник отдела газозакупок города Рыбинска госпожа Елена Виноградова пригрозила, как сообщается, закрыть бар. Директор заведения попыталась как-то разрулить ситуацию, попросила веб-гостей вести себя поскромнее, но Виноградова продолжила шабуш, как сообщается в телеграм-каналах, и со словами, цитирую дословно, вы не знаете, с кем вы связываетесь, вцепилась директору ресторана, директору бара Анне Рыжовой в горло. Эту историю поведал директор бара Рыжова. Она дошла до мэра Рыбинска Дениса Добрякова. Мир опечалился и пообещал провести проверку. Заявив, что он будет реагировать строго на справедливо, я, учитывая специфику российского чиновничества, боюсь, что бар не просто закроют, а я боюсь, что жертве нападения этой обезумевшей чиновницы, женщине, которой вцепились в горло, ей начнут шить терроризм. В конце концов, ту женщину, которую выволакивали летом этого года из МФЦ, за то, что она просто сидела и не хотела надевать маску, и даже не оказывала сопротивления, сейчас против нее возбудили уголовное дело. Ее выволокли пожилую женщину, раскорячив всеми способами на улицу, с применением грубейшей силы. Сейчас против нее возбудили уголовное дело, потому что она якобы кого-то оцарапала и кого-то укусила. Нет пределов мерзости этой власти, понимаете? Вот глава Белоярского городского округа, господин Горбов, попросил жителей поселка Совхозный проголосовать за кандидата в местную думу, сейчас не можем называть эту партию, но я думаю, мы все понимаем, что речь идет о партии «Козла в медвежьей шкуре». На видео, в котором опубликована страница Терентьева на Фейсбуке, глава муниципалитета говорит, что если победит другой кандидат, то денег здесь не будет. Это нормальный финансовый шантаж власти. Судя по титрам, видео записано 8 сентября. Горбов упоминает, что встречается с людьми в храме. И сначала этот самый Горбов просит у собравшихся поддержки на выборах. «У меня стоит», — говорит он, — «один вопрос. Мне хотелось бы от вас поддержки. Мы все прекрасно понимаем, что у нас состоятся выборы. Территория у вас сложная, потрясающая фраза. Кандидат у вас непредсказуемый». А затем записан диалог мэра с женщиной, которая говорит, что поселку нужен местный депутат, а не городской. На что ей глава городского поселения отвечает, что вот будет или от моей партии кандидат. Не можем мы сегодня называть название этих партий. Мы все понимаем, что это за партия. А если вы выберете другого человека, то ни копейки в территорию вложено не будет. Понимаете? Человек говорит, я не буду врать. Я стою в храме и честно говорю. Не того выберите. Здесь денег не будет ни на котельные, ни на дороги, ни на что. Вот это реальный шантаж власти. Это люди, которые одичали от собственной безнаказанности. Скоро они будут ходить на четвереньках, отрастут все хвосты, будут друг другу расчесывать хвосты, вынюхивать оттуда, выкусывать блох. И тех, кому это будет не нравиться, будут сажать в тюрьму за экстремизм. Надеюсь, вам, желаю вам избежать этой участи. А для этого у нас еще два дня. В зависимости от того, когда вы меня смотрите. Надеюсь, у многих из вас еще есть время, чтобы выразить свою волю в процессе голосования. У меня есть ощущение, что это могут быть последние выборы в истории, по крайней мере, на нашей памяти. А могут быть и последние выборы в истории русской цивилизации, если эти одичалы доведут свое дело до конца. Счастливо! Не переключайтесь!